Привет, Ища! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха, прикольная, очень офигенная, но правда снова демка. Вот мне фартит последнее время на демки. Разработчики пишут, пока что нет релизных игр, но вот демки, пожалуйста, посмотрите. Я в них играю, и то, что нравится, я показываю тебе. Сегодня у нас, представляю тебе, аэропорт Реноватор. То есть, мы будем брать старые аэропорты, которые никому не нужны, они заброшены, и будем их восстанавливать до идеального состояния, чтобы на них садились самолеты. Что ж я болтаю, погнали. Начнем же восстанавливать один из аэропортов. Значит, вот у нас весь материк, поскольку эта демка нам доступен, только один аэропорт за 50 тысяч долларов. И, о чудо, у меня есть такие деньги, я покупаю этот аэропорт. Полетель, сейчас ты увидишь, как я попаду на свой новокупленный аэропорт, это будет шикарно. Добро пожаловать на аэропорт, бэкст, еее! Меня вот этот шикарный самолет сейчас подкинет, но приземлюсь я не на самолете. Ты уже видишь, что открыт люк, я смотрю на свой аэропорт, вот он, полоса 26. И я прыгаю с парашютом, как отбитый на всю бошку просто, еее! И, как мы видим, здесь весь аэропорт, он заросший, асфальт такой побитый, ну, короче, полный колхоз. Я, конечно же, бьюсь своими ногами об забор, но, тем не менее, приземляюсь. По всей видимости, без ног. Все, мы здесь! Шикарно! Мы на месте! Ну что, пойдем, пойдем посмотрим на наш аэропорт. Странно, но почему-то... О, вот, наконец-то появилось! Я, как только приземлился в прошлый раз, у меня сразу эти таблички вылезли. Нам, короче, нужно найти сейчас вот этот вот, как это называется, ангар, точно, ангар. Вот, в него зайти, но так не все просто, оказывается. Нужно сломать, сбить замок. Сейчас, подожди. Вот так вот. То есть, мы взломали этот ангар, и теперь нужно найти здесь электрощиток, чтобы запустить свет. Сейчас, минуточку, минуточку. Вот он, щиток, врубаем свет. Да, наконец-то! Да будет свет, сказал монтер! Теперь нам нужно включить радио, чтобы связаться с кем-то из внешнего мира. Иначе мы здесь с тобой одни-одинешенки, а нам же нужны ресурсы, чтобы нам их поставляли. Для чинила этого ангара и всего остального, чтобы привести в порядок. Берем, значит, рацию. Все, Эмили, это наша подружка из вне мира, которая будет посылать нам посылки. Что нам нужно теперь сделать? Нужно срубить деревья на посадочной полосе, потому что деревья на посадочной полосе, это недозволенное удовольствие, хоть и красиво смотрится. Смотри... Так, женщина, можете помолчать, пожалуйста? Конец связи. Все, отбой. Все, наконец-то она молчит. Значит, смотри, мы можем рубить двумя методами. Вот таким вот, долгим. Вот. Срубили. И за каждое срубленное дерево мы получаем бабоськи. Прикинь, бабло. Срубил дерево, получил бабло. Можем ударить вот таким вот, вторым методом. Набрались и леханик, и просто с одного удара вырубить это дерево. Это настолько мощно, это настолько прикольно. Непередаваемое ощущение. Хлобыщ. Очень быстро все рубится. И мне это нравится. Знаешь, напомнила лесоруба почему-то. Итак, деревья мы срубили, теперь ничего нам не мешает. Никакие высокие элементы. Нам нужно дождаться посылку. Вон самолет, он везет посылку нам. Сейчас она ее сбросит на парашюте. Давай, кидай уже, я здесь. Прямо на меня кидай. Иии, вон она, вон она, летит. Но сейчас должен раскрыться парашют. А где парашют? Почему не раскрывается? Эу, эу, эу. Парашют, ты где? Во, открылся. Сейчас на голову поймаю, как футбольный мячик. Эть, эть, эть. Ну же, эть, да. Получилось. Ну, конечно, не прямо на меня, но получилось. Значит, рубим теперь своим топориком мощным. Всю эту коробку. Мне нравится, как здесь физика разрубки реализована. Вот именно на коробке. Прямо вот можно рубить ее до бесконечности. Вот таким вот макаром. Очень классно. Все, мы, в принципе, достаточно коробку разрубили, и она уже исчезает. У нас есть дутель. Дуть, короче. Обдуватель. Не знаю, как правильно этот инструмент называется. Но это, короче, обратный насос, который выдувает воздух. И при помощи него можно очищать поверхность. Смотри, нам нужно теперь расчистить. Взлетно-посадочную полосу от песка. Здесь его просто навалом. Значит, берем этот обдуватель. А, подожди, а как он называется по-английски? Dust Blower. Типа песочный обдув или что-то типа такого. Dust, это же песок. Вот так вот он работает. Но, учитывая количество песка здесь, надо обдувать вообще все. Ты, то есть, посмотри, нам, я не знаю, сколько тут полоса. Сто метров там еще впереди. Ну да, наверное, еще сто метров впереди. Даже, наверное, двести или триста. И нам все это нужно обчистить. Обчистить прям вот ап-ап-ап полностью. Только вверх, только ап. Бежим. Знаешь, как можно еще сделать? Вот так. На скорую руку. И бежим. Ну, конечно, так очень плохо очищается. Но, тем не менее. Ну да, тут, кстати, не сто метров. Тут, наверное, метров пятьсот. На этой полосе. Она маленькая. Это не такая полоса, на которую боинги садятся. Да, и обычные самолеты типа аэробаса. И прочего. Она для легких самолетов. Но, тем не менее, она достаточно длинная для моих ножек. Это утомительно. Очень утомительно раздувать этот песок по разным сторонам. Но, с другой стороны, что мне еще тут делать? Я один-одинешенький. Надо работать. Так быстрее время пролетает. Первый раз, когда я играл, я думал, вау, прикольно, прикольно. Сразу вспомнился хаос флиппер. Только здесь, соответственно, не дом я чиню и восстанавливаю, а взлетно-посадочную полосу и все, что прилегает к ней. А здесь, помимо взлетно-посадочной, есть еще и домики. Да-да-да. Мы и до них доберемся с тобой. Вот, уже хорошо. 88% я очистил. За каждую песчинку, сдутую мной, я получаю бабосики. Считает? Практически я получаю бабки из-за того, чтобы в носу ковырять. Где такую работу найти, чтобы сдувать песок и получать бабки за каждую песчинку? Это же просто работа мечты. Ну вот и все. Мы все очистили. Хотя нет, 98%, 99%, да, вот теперь все чисто. Но все равно, если проходиться в атаку, то еще видно, что песок где-то есть. Совсем чуть-чуть. Что ж, ждем следующую посылочку. Там просто нереально посылка, ты даже не представляешь, что там. А если представляешь, то вот поставь на паузу и напиши, что ты думаешь в этой посылке. И мы сейчас увидим. Ну-ка. Сейчас мы увидим, что там. Я-то знаю, что там. Но догадываешься ли ты? Вот. Бежим, бежим к коробке. Берем, значит, молоточек и начинаем снова дубасить. Кстати, да, ты уже мог, в принципе, и увидеть. А, ну, не написано, что в коробке. Да, написано, что надо разбить коробку и взять предмет, который находится в коробке. Но хорошо, что не было написано, что там. И, как мы уже видим, это газонокосилка. Хаосфлиппер, привет. Давно я не работал, это газонокосилка. Сейчас будем косить траву. Потому что она мешает шасси самолета. Она может там зацепиться и тормозить колесо. Это не очень круто. Вот. Таким вот макаром. Здесь очень классно реализовано вот это вот сбривание травы. Конечно, вот анимация работы. Мне здесь не очень нравится. Я просто отпускаю, кнопка и он останавливается. На самом деле, такого не бывает. На этих ручных косилках. Ну, ничего. Это игра, это демка. Мы можем потом поправить. Травы тут косить просто нереально. Огромное количество. Можно выкосить все. Вот я могу туда пойти косить. Косить могу вообще где угодно. То есть ограничений поэтому нет. И это круто. Это мне нравится. Могу тропу тут какую-то свою сделать. Вон, к забору пойти. Поворачиваюсь назад и тут смотри. Вот тропа тебе, пожалуйста. Офигенно. Люблю, когда есть простор. Где можно разгуляться. Музыки не хватает, да? Наушнички одеваешь и пошел сшибать траву. На самом деле, нужно сбривать вот эту вот траву, которую она взлет в посадочной полосе. Все, что сбоку, это не так принципиально. Это для красоты в основном. Есть, конечно, идея, как это все быстро раскосить. И ты знаешь ее. Просто на спринтах вот так вот пробежаться. Сейчас, подождите. Вот, и все, и побежал, и побежал. И скоростное кошение. Как правильно сказать? Ну да, скоростное кошение травы. Кошение. Косение. Кошение. Наверное, так правильнее будет звучать. Помимо взлета посадочной, нам нужно сбрить еще территорию нашего дома отдыха. Где пилоты могут передохнуть, отдохнуть, зарегистрировать свой следующий полет и прочее, прочее, прочее. Так, ну что, сколько? Я 85% уже выбрил. Выбрил травы здесь. И это очень хорошо. Все. 100% я выкосил. Но тут есть еще места, которые я хочу докосить. Вот, видишь, сколько барахла валяется на взлетно-посадочной полосе. Просто немерено. Вон, мусорку какую-то устроили. Сейчас тут все нафиг скашу. Ну вот, взлетно-посадочная растищена. Конечно, мусор надо будет еще потом убрать. Здесь я тоже... А, нет, не все, подожди. Вот эти кусты забыл. Обрезать. Вот, теперь все. Вот, теперь красота. Ну, надо еще мусор тоже убрать. И тогда точно будет красота. Что ж, теперь нужно расчистить вот эту поляночку, которая прилегает к дому. Погнали. Вот, смотри. Вот трава. Немеренно много. Очень много травы. Теперь я пошел. Блин, метод зигзага, когда нужно скосить большую площадь, просто офигенно работает. Итак, смотрим на площадочку. Ты посмотри, какая красота. И это я только один раз прошелся. Понятно, что нужно доработать. Сейчас по второму кругу пойдем. Вот так вот. Все. Очистили полностью площадку до 100%. Ну, конечно, есть еще пару кустиков, которые меня раздражают сейчас. Я все допилю, доработаю. Вот. Так, самолет летит. Новая поставочка. Интересно, что он там нам везет? Вот сюда, на площадочку, пожалуйста, коробочку. О, да. Он выкинул ровно туда, где я стою. Это офигенно. Это хорошо. Так, ну тут я вроде косить закончил. Все офигенно. Коробка куда-то упала. Коробка. А где коробка? А, вон куда. Понятно. Нам говорят, иди, беги, скорее открывай новую коробку. Я уже здесь. Я уже готов. Оп. Она. И что мы здесь видим? Это же. Кёрхер. Сейчас будем отмывать наше здание. Иди-ка, папочки. Кёрхер. Ну, погнали. А, кстати, да. Кстати, да. Ну, ладно. Чуть позже займемся тем, что я хотел. Потом расскажу. Значит, берем Кёрхер. 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 И начинаем отмывать вот это здание. Но прежде, прежде чем это отмывать, мы можем, в принципе, и так отмывать. Но ты видишь, тут куча мусора, которая нам мешается. Я вот хотел этим мусором заняться. Смотри, короче. Мы берем, значит, топорик. Я сейчас покажу тебе классную вещичку, как убирать мусор. Если во всех играх мы убираем мусор, там, в какой-то мешочек, да, потом это всё выкидываем. То здесь как это делать? Мы просто рубим этот мусор, измельчаем, и всё. Это же... Ну, это, конечно, тупая идея, на самом-то деле. Лучше мешочек придумать и туда собирать мусор. Ну, не знаю, как вот можно топором, например, разбомбить металл, да? По крышке тут какие-то. Ну, это, конечно, провода. Я прямо их измельчаю, как будто я на переработку их сдаю. Автоматически. Ну, вот. Ладно, возвращаемся к нашему домику. Здесь вот всё это вырубаем. Точнее, собираем весь этот мусор. Так будет правильнее. За весь мусор мы тоже получаем бабосики. Ты можешь видеть, как у меня летят цифры. Там, 24 бакса. Вот, 122 бакса за вот этот мусор. Конечно же, вот это вот всё тоже надо убрать. Всё, что прилегает к нашему домику. Здесь должно быть красиво, приятно, свежо и чисто. Вот так вот. Возвращаемся внутрь дома. Открываем дверцы. И ты посмотри, что здесь оставил прошлый хозяин после себя. Это катастрофа. Но у нас есть топор. На всё всегда есть топор. И это замечательно. Быстренько вырубаем всё это помещение. Звучит, конечно, странно. Но, тем не менее, выглядит это именно так. Я всё вырубил. Открываем дверь. Унитаз и раковину. Смешно, конечно. Унитаз и раковину мы тоже с тобой вырубили. Я не представляю, как это делается молотком. Но, видишь, наш персонаж это умеет. Я только могу ломать топором и молотком. Унитаз и раковину. И всё остальное. Но вот выбирать... О, подожди. Прикольная была лампа. Но я её уже вырубил. Бутылки тоже вырубаем. Вот этот люсер тоже. Чё, по-моему, я здесь всё. А, и часы, конечно же. Без самих стрелок. Это кто тут граффити нарисовал? Негодяи какие, а? Всё, получается, я всё разрушил топором. Всё, всё, всё. Абсолютно. Теперь мы освободили место для мойки. И можем вызывать Кёркер. Мистер Проппер веселей. Дом отмоет в два раза быстрее. Поехали. Мистер Проппер это я. Сейчас я им доступаю. Знаешь, что забыл? Знаешь, 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 знаешь. Смотри, вот дом со стороны. Вот так вот он выглядит. Интересно, я отсюда достану, нет? Не, не достаю. Поближе подойду. Так. Может, вот так оставить? Бровина для дома. Так, ладно. Всё, дом мы посмотрели, как он выглядит. Начинаем отмывать. Здесь буду тоже прибегать к зигзагообразному методу. Вот таким вот макаром. Всё очень-очень хорошо. Музыки не хватает, конечно. Но я на заднем фоне её поставлю при монтаже ролика. И тебе будет приятнее смотреть. А я сейчас в гордом одиночестве без музыки всё это дело отмываю. Скукота неимоверная. Ну всё, переходим внутрь. Внутряночку. Я хочу вот это смыть граффити. Наконец-то. И продолжаем делать ту же работу, что и снаружи. Заметил, что обязательно нужно хорошо проходить уголки. Это те места, которые я не очень хорошо промываю. И если их забыть, то я не выполню миссию по очистке этого здания. Но, в принципе, вот здесь вот надо хорошенечко пройтись. Вот. Также нам ещё обязательно ещё и потолок надо отмывать. Потому что его тоже как-то умудрились засрать. Словно ногами хотели по потолку. Это не очень круто. Я не представляю, как это, конечно, выглядело. Видимо, один чувак брал другого, подвешивал его кверху, и тот ходил. Всё. Стойку мы тоже отмыли. Рецепшена. Вроде бы здесь чистоганно всё смотрится, да? Чистое дерево. Давай потолок. Начнём отмывать потолок. Конечно, во время мойки мне безумно нравится момент, когда я отмываю, и сыпятся циферки с денежками. Это безумно радует глаз. Ещё бы какое-нибудь звуковое сопровождение было. Типа, знаешь, купюра вылетает. Звук купюр. Это было бы офигенно. Значит, заходим теперь в туалет. Здесь у нас надо помыть пол обязательно. Вот некоторые моют как? Берут швабру и моют. А я с кёрхером. Я лентяй. Ну вот и туалет я тоже закончил отмывать. Сейчас по потолку пройдусь быстренько. И, в принципе, всё. Чистоган. Можно сюда новую мебель завозить. Вот это вот, что за щель была. А, это грязь была. Теперь переходим к отмыванию наружной части. Поехали смывать эту бровину. Вот таким вот макаром. И нам сейчас нужно этот дом отмыть по кругу. Чтобы он не был таким серым и грязным. Ну вот, смотри. Вроде бы как дом я отмыл. Красота же теперь, да? Намного приятнее. Дождик почему-то идёт. А если вверх побрызгать? Какая грязная вода у меня, да? В кёрхере. В общем, дом мы отмыли, но не на 100%. Где-то есть грязь, спрятавшись от меня. Надо проходить все углы хорошенечко. Вот здесь вот все края, все откосы. Всё хорошенечко. И вот видишь, вот тут вот плохо тоже отмыл. Потому что на скорую руку прохожу. Вот. Но скорая рука местами это хорошо. А местами плохо. 95%. Ещё 5% где-то я не отмыл. Вот сейчас буду искать эти места. Меня это в хаос флиппере всегда бесило. Там траву где-то плохо скосило. Ещё что-то. Теперь ещё и здесь. Прямо меня убивает. Так. Ещё 3%. Но где же эти 3% могут быть спрятаны? Когда их затолкали. 98%. 2% осталось. Вот здесь вот ещё. Пятнышко было. Вот пятнышко вроде. 99%. А ещё. А где ж мой последний 1%? Ну же. Дайте мне его. Я пошёл. Наконец-то. Ура. Ура. Дождь в 7%. Что следующее? Какое задание у нас? Я уже забыл. Ждём новую посылку. Открываем её. А что же там в последней посылке? Я вот не помню. Сейчас посмотрим. Там наверное подарок какой-нибудь. Кидайте сюда. Сбрасывайте. Сейчас попробую всё-таки последний ящик поймать на голову. Значит вот он падает прямиком вот сюда. Вот сюда. Куда-то да? Вот я подбегаю. И вот. Вот сюда. А я не могу. Тут невидимая стенка появляется. Видишь? Да. То есть. Какая большая коробка. Ну-ка. 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 Что там у нас? Давай посмотрим. Подарок. Точно. Точно подарок. По кругу разбиваем. Он ещё там прыгает. Он шевелится. Там животинка какая-то что ли? Ну-ка. Открываем. Совет. О-да. У нас будет освещение. Смотри. Каждая взлётно-посадочная полоса оборудована. Ну если она работает ночью. Оборудована светильниками. Специальной подсветкой. Цвет мы можем менять. Зелёный. Синий. Красный. Жёлтый. Ну. Давай наверное стандартный белый. Я не видел на ни одной взлётно-посадочной полосе какие-то разноцветные цвета. В основном они все белые. Вот это вот мы сейчас убираем. Ой как темно-то стало. Капец. Снова свет. И давай выставлять вот по этим точкам. Вот так вот. Ну смотри красота же сейчас будет. Вообще офигенная. Офигенная красота. Как нам только быстренько это всё поставить. Как ты думаешь? Ну у меня конечно есть вариант. Я тебе его сейчас покажу. Врубаем нитро. Бежим и просто тыкаем. Оп. Классно. Да я придумал. Быстрая работа. Лёгкие деньги. И сейчас в обраточку. Разворачиваемся. Оу е. Офигенно смотрится. И побежали теперь сюда. Ну ну ну. Чё ты скажешь? Смотри какая красота. Вот теперь можно садиться сюда. Пробки выбило. Да шо ж такое-то? Пойду перезапускать нашу сеть. Так. Можно фонарик же как-то включить, да? О. Есть фонарик. Офигенно. И всё в темноте бегать. У фонарика есть несколько цветовых гамм. Это белый свет. Холодный. Красный свет. И типа нет света. Ладно. Всё. Пошли. Фонаридзе. Вот ты гад. Щиток. Электрощиток. Включаем питание. Е. Всё запустилось. Пойдём посмотрим ещё раз на нашу посадочную полосу. Ну просто офигенно. Вау. 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 Молнии-то какие. Не могу налюбоваться своей взлётно-посадочной полосой. И своим аэропортом. Ну что ж. У нас осталась финальная работа. Нам нужно очистить от хлама саму полосу. Убрать лишнюю траву. Ну в общем навести лоск и шик. И красоту. Ну что ж. Начнём наверное по списку. Первое что нам нужно это срубить оставшиеся деревья. Что ж. Погнали. Сейчас мы это быстрее. Ой. Фонарик красный надо отключить. Давай белый просто врубим. Просто рубим на быструю руку все деревья которые здесь имеются. Возможно мы это делаем для того чтобы расширить нашу взлётно-посадочную полосу в будущем. Вот эти-то вот деревья я конечно бы не хотел рубить. Они прям далеко от полосы. И зачем это нужно. Ну ладно. Давай лишь лежащий будем рубить. Короче походу придётся вырубить весь лес. Который у меня тут есть. Точнее леса тут как такового нету на территории. Здесь просто ели. Или сосны. Не знаю они в принципе похожи. Но придётся их вырубить все. Что не очень-то хотелось. Но по заданию нужно. Вот ещё одно дерево. И ещё. Всё. Последнее. Да? Я надеюсь на это. Да. С деревьями закончили. Теперь нужно разобраться с травой. Её нужно тут всю скосить. И это капец как долго. Я не знаю справлюсь я с этим или нет. Но давай попробуем. Фух. Я уже запарился блин. Ты посмотри сколько я выкосил. Ну. Ты видишь. Ты видишь. Ты посмотри. Уже рассвет во первых. А я начинал косить ночью. Ну ладно. Ранним утром я начинал. О как красиво тень падает. Но. Я уже выкосил приличный участок. Но ты видишь что там есть трава. Смотри прикол. Я сейчас туда подбегу. А её нет. Потому что там всё выкашено. Это какой-то прикол. Ну а здесь ладно. Здесь есть трава. А вот сейчас она исчезла. И видишь. Нет травы. Нету. Пустая пуляночка. Фух. Я весь спотел. Вот реально спотел. Я заморочился. Я наверное полчаса реального времени всё это выкашивал в игре. Зачем? Скажите мне на милость. Зачем так мучить игроков? Но учитывая что я отбитый на голову. Я могу себе это позволить. Всё. Соточка. Офигеть. Наконец ты посмотри. И всю траву убрал. Ну вот это я уже объяснял. Это глюк. Если я сейчас пробегусь. Вот так. Вот. Вот эта вот трава не глюк. Она тут есть. Вот смотри. Я буду бежать туда. Да ладно. Чё трава что ли выросла? Не может быть такого. Вот бежим. Бежим. Ну да. Местами как будто трава проросла. Смотри-ка. Но. Тем не менее. Когда я бегу. Травы всё меньше и меньше. Видишь? Вот. Тут всё покошено. Прям идеально. А я сейчас развернусь. Смотри сколько там её позади. Заросли просто одни. Да? Ну. Вот. Я уже говорил. Что это глюк. Но. Тем не менее. Смотрится уже гораздо приятнее. И солиднее наш аэропорт. Теперь нам нужно взять с тобой дул. Как это правильно? Дудя. Вдувалку. Вдувалку. И окончательно убрать весь песок. Песок я очистил на 92% в прошлый раз. Осталось по краю пробежаться. Вот так вот. И всё в принципе. Ну что ж. Взлётно-посадочную от песка я очистил. До 100%. Попотеть тоже пришлось. Теперь нам нужно достать наш кёрхер. И достаточно хорошо отмыть ещё домик. Потому что есть какие-то грязные места. Хотя вроде бы я всё чистил. О смотри. Опять загрязнение. Вот. Я их сейчас вижу. Ну наконец-то. Внутри дома домыл остатки. Теперь у нас тут просто чистоган всё блестит. А на дворе снова ночь. Эх. Вот это что это такое? Вот это вот. Это трава такая? Надо её убрать. Так значит. С отмывкой я закончил. Ага. Теперь нам нужно убрать весь мусор. Который на территории находится. Достаем значит наш топорик. И понеслась душа в рай. Долбим весь этот мусор. А его тут приличное количество. Я это уже давно хотел сделать. Мозолило прям глаза. Сейчас самая большая куча. На самом-то деле вот здесь вот лежит. Это всё надо нафиг убрать. Одним взмахом всё это разлетается в щепки. Я тут кстати когда косил траву. Смотри что сзади нашего амбара нашёл. Проезд. И там дорога наверх. Но выйти туда я не могу. К сожалению. Ну и что. Вроде бы как. Снаружи я закончил. Тут фигня какая-то осталась. Тут вроде чистенько. Теперь нужно убираться в самом амбаре. Ты посмотри. Зелёная полоса. Никакой соринги и мусора. Ой лепота. Пойдём теперь всё это разбирать внутри. Смотри сколько тут мусора. Винты. Всё это конечно могло бы нам пригодиться. Но я всё это уничтожаю. Убираю. Ну что. Собственно я тут закончил. Сейчас вот ещё чуть-чуть. Где-то чего-то осталось. А ну вот винт. Ну-ка. Да. Сто процентов. Теперь нам нужно сообщить по рации. Что у нас всё огонь. Мы всё очистили. Короче. Девчонка не может поверить. Но мы справились. Красота. Отличная работа. Увидимся. Она говорит. Ну ок. Ну что. Теперь нужно дождаться рассвета. А. Всё. Типа. Финал. Я хотел фоточку ещё сделать. Мощный прогресс. Сто процентов. Семьдесят один бакс. Семьдесят одну тысячу баксов нам дали. Скошена травы. Сто один процент. Офигеть. Семьдесят две тысячи долларов нам дали. Ой. Красота-то какая-то. Смотри. Сверху-то ещё. Сдута. Песка. На сто процентов. Убрано мусора. Вырезано. Девяносто девять процентов. Не всё значит где-то убрал. Блин. Ну почему ночью показывают? Надо днём. Но ночью конечно с подсветкой красиво. Красиво. Вырубка. Тоже сто процентов. А вот и самолёт садится. Первый. На эту площадочку. Триста тысяч я заработал. Очистив этот аэропорт. Наверное это Эмили прилетела. Йоу-йоу. Добро пожаловать на мой аэропорт. Ну вот собственно и всё. Будем ждать выхода полноценной игры. Если понравилось и ты хотел бы увидеть эту игру. Когда она выйдет. То не забудь поставить лайк. Написать комментарий. И подписаться. Если ты ещё не подписан. Чтоб не пропустить следующих роликов. А на этом всё. Пока. Увидимся и услышимся. В следующем ролике.